Вы можете однослойный получить, молитвенный слой, или вообще какой-то из этих? Отслоивать от монокристалла? Ну, знаете, мы скотч-методом вообще не занимаемся, но вот эти монокристаллы у нас растут примерно в 5-6 мм, их латеральный размер. Поэтому, если это весь монокристальный слой, то, наверное, можно там 5 мм получать. Ну, некоторые. Получаются очень мелкие кусочки, порядка, ну, микрон, 5 микрон, вот такие, если монослой. Может, пока не научитесь? Ну, значит, я еще хочу рассказать, что мы этими делами не занимаемся, мы просто вообще владеем методами высокотемпературных синтезов и можем в реакции, в газотранспортных реакциях получать вот такие монокристальные образцы. Так, и последний вопрос, пожалуй. У меня больше не вопрос, а как-то тоже приметайте. Вы упомянули, что в образцах, криптированных ренеем, вы наблюдаете поликристаллические тоже структуры, всякие, доменные. Вот я просто хотел прокомментировать, что криптированию ренеем там еще может наблюдаться образование 1Т полиморфа, криптического, и это тоже может влиять на Ваши? Я их на работу знаю, да. Но мы, безусловно, изучали очень тщательно порошковой рентгенографией структуру наших образцов, и то, что у нас вообще получалось, это все-таки образцы 2H. Конечно, мы знаем, что для кристаллизации различных структурных типов влияние там и избыточного халькогена, может быть, и температурных режимов и так далее. Конечно, эти работы я тоже знаю.